Для тех, кто считает, что я их обманываю, я сообщаю, что это не так. Вот Дмитрий Константинович Киселёв, а вот под ним Вести недели. Поэтому это тоже Вести недели за Дмитрием Киселёвым. Вот он, пожалуйста. Ну а теперь к самим Вестям неделя. В воскресенье Путин указал молодёжи на мораль. Главный аморал нашей страны указал на мораль. И руки он обмолдых морал. Почему же? Да потому что, например, участница из Финляндии Татьяна Карвин предложила создать приложение, которое в телефоне отправляет отходы и мусор на переработку. Путин в ответ, мусоросжигательные заводы дотационные. Вот понимаете, крымский мост дотационный, а эко-завод, да. Студент МФТИ Максим Ля-Лекорумед предложил вновь создать гражданскую сверхзвуковую авиацию. А Путин сказал, что это дорого. Вот никчёмная Руслана, которому из бюджета выделяют 1 миллиард рублей, недорого для Кремля. А вот чтобы пассажиры по нашей стране летали меньше, ну и не только по нашей стране, а за границу тоже летали меньше, это вот не по карману. Это слишком дорого для Кремля. Главное, почему Путин сейчас встречается с молодёжью и вообще затеял данный фестиваль молодёжи у нас в стране, это чтобы они не ходили за Навальным и чтобы вдолбить прекрасную мысль. Тимченко, Сечин и другие хорошие дядьки, а не жулики и воры. Но мы-то с вами знаем, что совершенно наоборот. Идём дальше. В понедельник власти обсуждают повышение минимального трудового стажа. Повышение пенсии. Интересен факт в Минтруде. Это опровергают. В администрации президента уже заявили, что вопрос о возврате уже отошёл на второй план. Его не рассматривают, ибо это политически некорректно. Да, в этом случае коммунисты активизировались бы. Настоящие коммунисты, а не этот податливый Зюганов. Обращу ваше внимание на то, что предлагается правительством. Значит, повысить стаж. Нет, это не то, что вы там 15 лет работали на заводе, а потом через 50 лет тебе повышенная пенсия. Нет, стаж это непосредственно время, за которое ты платишь деньги в сам пенсионный фонд, чтобы получить эту пенсию. Ну, например, работаешь ты, условно говоря, где-то там 10 лет на одном заводе, а потом 15 лет на другом заводе. Ну, с рождения, допустим, отчисляясь деньги в пенсионный фонд. Вот ты, значит, будешь получать повышенную пенсию. Думаете, так будет? Хе-хе-хе-хе. Деньги еще успеют заморозить. Ну, понятно, просто украсть. Ну, так вот, значит, предлагаю, значит, повысить от самой стаж с 3 до 7 лет. Тут есть одно, но, как я уже заметил, уже будущему пенсионеру зарплата будет маленькая. И он хочет есть. А есть не всякую дрянь. То он свои деньги, свои кровные потратит прямо здесь и сейчас. Таковое сейчас поколение, таково сейчас время. Деньги тратятся здесь и сейчас. А, ну, в России, по крайней мере, редко кого стоишь, кто там на будущую пенсию откладывает. Ну, мы же знаем прекрасно историю нашей страны. Ну, какое будущее, когда либо будет война, либо будет революция, либо что-то подобное. В России обычно так всегда происходит. Там уж будет недопенсия, сами понимаете. Там уж просто люди будут узнавать, а так ведь будет, а так ведь было много раз в России. Так, сейчас, да. Но не откладывайте их в долгий ящик. Тем более, что ящик этот самый с дырочкой. Вот разворуют весь пенсионный фонд, объявят дефолт и весь этот стаж псу под хвост. Вот, кстати говоря, могут дефолт объявить, не обязательно война и революция. Для этого правительство хочет его увеличить. То есть, стаж, который, не который, стаж, оплаты в пенсионный фонд. Чтобы люди платили больше денег в это самое правительство. А правительство наше, чтобы богатело, богатело, а потом хрена к дефолтным. Ребята, извините, такова ситуация в мире. Или просто правительство хочет побольше денег с пенсионного фонда перевести в управляющую компанию ДАР. Для тех, кто понимает, о чем я, посмотрите фильм, посмотрите, зайдите на овальный и посмотрите, вбейте, вбейте на ютубе Навальный и посмотрите фильм про Медведева. Ох, ну, я не знаю, по-моему, все смотрели фильм про Медведева. А тут еще больше будут деньги ему поступать, по ходу дела. И прямо, причем из пенсионного фонда. Да, вот это вот, конечно, да. Ну, идем дальше. Во вторник в Кремле назвали атакой безумца нападение на журналистку Эхо Москвы Татьяну Филингалу. Уже доносятся разговоры о том, что пора взять под контроль сервисам здание Эхо Москвы на Арбате, чтобы обеспечить сотрудников радиостанции безопасность. Ну, мы все читали книги, смотрели фильмы, под благородным предлогом защитить сотрудников радиостанции от всяких безумцев, если, скажем, допустим, оцепить здание Эхо ОМОНом или СОБРом, то возникает у государства большой соблазн не пускать на эфир тех гостей и ведущих, кто успешно критикует власть. И, в частности, Владимира Владимировича Путина Шандеровича не пускать, Ларину не пускать, кстати, ее эвакуировали, вот уже последствия начались. Альбас вообще могут там расстрелять. Главный редактор Эхо Москвы Алексей Алексеевич Венедиктов исповедует политику открытости. Здание Эхо на Арбате это вам не останкино, где только что-то сказал плохое про Путина, так сразу тебя уводят из студии и ведут на допрос в ФСБ, а потом шьют против тебя дело. Ну, ладно, на допрос в ФСБ тебя не ведут, но дело могут шить. Вот, например, в 2013 году я помню, как в программе «Вечер с Соловьевым» выступал у Дальцов, а потом его взяли на переклетки и налюфтянул. Вот прецедент уже есть. Среда. Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме. Что она считает, Крым украинский. Да, я-то думал, что будет своеобразный Дом-3, но приходится признать свою ошибку. Выборы уже перестают быть томными. Уже в Кремле позволяют говорить, что в свое время мы незаконно отобрали Крым. Говорить можно было и раньше, но не в статусе кандидата в президенты. Ну, пока де-факто, а не де-юра, но тем не менее. Это нечто, ведь все-таки этот статус нечто другое, чем просто обычный человек, согласитесь. Кстати, формально она еще не получила этот статус. Ей не надо подписи собирать. Но де-факто у нее статус кандидата в президенты уже есть. Мы наблюдаем, что можно говорить, что Крым, Атоган, незаконно в Донбассе есть российские войска. Лишь бы всем известный человек из фонда по борьбе с коррупцией не имел статус кандидата в президенты. Догадайтесь, что красная начинается. И лишь бы говорили об Украине, но не о коррупции высших эшелонных власти. В Крыму заявили, что ее надо судить за призыв к нарушению территориальной целостности России. Собчак надо судить. А вот нарушать территориальную целостность Украины можно, а нарушать территориальную целостность России нельзя. Идем дальше. Четверк. Покушение на депутата радикальной партии Олега Лишка Игоря Масичука. Назвали терактом Масичук. Возвращался с эфира телеканала «Эспрессо», который Кремль называет чуть ли не главным виновником того, что украинцы свергли их москаля Януковича. Вообще, пострадали не два человека, а я читал, что пострадали пять человек. Тут я не соглашусь с украинскими коллегами, который видит за взрывом руку Кремля, но скорее не, как не руку Кремля не видит, а скорее видит волосатую грудь Рамзана Ахматовича Кадырова. Ну, действительно, да, Игорь Масичук, там есть видео на Ютубе, где он там расстреливает портрет Кадырова. Расстреливались, кстати говоря, из автомата Никонова. Это всем известный вам Абакан. Он взял этот автомат не просто так, потому что этот автомат был создан в 1994 году. Год, который для Чечни особый, потому что в это время они возгласили независимость. Им началась, собственно говоря, первая чеченская война. Так что не просто, знаете, взял какой-то первый попавшийся автомат Игорь Масичук, а вот именно автомат Никонова, потому что он был уже работал в этом году историческим для Чечни, даже при условии, что там потом была война и Чечни осталась в составе РФ, но тем не менее, тем не менее. Однако я все-таки не вижу тут руки Кадырова, потому что он мог устранить его и раньше. Я вижу все-таки тут внутри политические разборки. Значит, у Кремля конфликт с партией от свободы, да, с этими, как они их называют, фашистами и бандеровцами. Но не с радикальной партией, не с Олегом Лешко. Думаю, что, повторюсь, что это все-таки не Кремль. Да, много действительно кремлевских агентов есть на Украине, но мотив все-таки прослеживается у Левочкина. Они, или же у Коломойского, ну, скорее у Коломойского. Партия Лешко, это все-таки проект Левочкина. А Левочкин мы знаем, кто такой на Украине. Со слов Бенни, Левочкин там наебал всех. А с ним у него давний конфликт. Кстати говоря, сам Лешко мог тоже поссориться с Левочкиным. И поэтому Масичука Левочкин решил устранить. Не исключено также версия, что его заказали в блоке Петра Алексеевича Порошенко. Тоже в рамках внутриполитической борьбы. Словом, не думаю, что это Кремль. Думаю, это как раз внутриполитические разборки. А вот то, что в СБУ прохлопали взрыв в центре Киева, то видно от былой беспеки, в широком смысле этого слова, на Украине не осталось и следа. И не могу здесь не добавить, что во всем виновата Россия. И отчасти мои слова правдивы. Пятница. Новые санкции Трампа против Кремля более опасны для РФ, чем все прошлые. В новых санкционный пакет будет направлен против ФСБ, СВР и ГРУ. Страшно? Тьфу! Это, а не санкции. Ну, во-первых, не знает в Вашингтоне, что у нас больше нет ГРУ. А теперь оно называется просто ГУ. Значит, уже не попадает под санкции. Да, уже не попадет под санкции. Второй момент. Все эти так называемые госкомпании, смешно даже, финансируются из нашего бюджета. Еще в этом списке были компании, которые строят у нас оружие. Они не будут чахнуть, не будет у них финансовая какая-то нестабильность. Пока мы вооружаем армию и перевооружаем армию, то есть загружаем их, те оборонные предприятия, с заказами, да. Пока Путин продает врагам Америки, а это же оружие в массовом порядке. Причем, скажу, что тут надо все-таки к делу продажи оружия подходить ответственно. Не надо продавать тем странам, которые с нами граничат. Просто потому, что это оружие они могут использовать против нас. Но вот всем остальным, кто с нами не граничат, например, сербам, например, Марокко, в общем, любым другим странам, которые не граничат с нами, как по суше, так и по морю, почему бы нам оружие не продавать? Ну а суть ФСБ, ГРУ и СВР действовать в США скрытно. Ведь это же не какие-то там компании, а спецслужбы. Спецслужбы должны действовать скрытно. На то они и спецслужбы. А иначе зачем тогда Конгрессу платить свои контрразведки в ФБР? Если наши будут действовать открыто, так еще и попадут под санкции. Ну тут сложились все предпосылки, чтобы наши спецслужбы просто действовали и очень, так сказать, скрытно надевали очки, да, там, и прятали лицо за газетой. Трамп хочет показать, что он никакой не русский шпион, что он вводит санкции против нас. Раз, но санкции смехотворные, ибо есть посильнее санкции, которые пока в США ни Конгресс, ни Трамп не ввели. Вот это, например, запрет странам, членам НАТО, торговать и покупать РФ энергоресурсы. Вот это были бы реальные санкции. А это, тьфу, для Кремля, как слону дробину. Но на этом тема Трампа не закончена. В субботу спецпрокурор США Мюллер выдвинул первые обвинения по российскому делу о вмешательстве в выборы. Кому конкретно, об этом мы узнаем в понедельник. Мы можем пока только гадать. Ну вот, например, владельцы Твиттера, со слов главного редактора Маргариты Симоньян, предлагали прокремлевской Russia Today у себя разместить рекламу. А раз они предлагали разместить рекламу, почему бы они не предложили бы и троллей разместить, которые там агитируют за Трампа, и еще каких-то людей, возможно, не фейковых, которые тоже там писали в Твиттере за Трампа, за Трампа, только не Клинтон, только не Клинтон. То есть уже можно дело сшить против владельцев Твиттера, также можно, например, сшить дело против рекса Тилерсона, у того вообще наш орден дружбы есть, и когда в бытности его председателя нефтяной компании он ездил в Кремль, получать этот орден, там его, естественно, могли завербовать. В общем, Америку ждет новая, она уже началась, новая эпоха маккартизма, и ничего хорошего для нас в этом нет, ибо США это все выдержат, переживут, а мы опять распадемся. Я бы не верил бы в это, если бы сам ВКонтакте не увидел группу калининградских сепаратистов. Думаю, на этом мы завершим нашу программу, и скажу одно, что, как говорит мой отец, если у вас писька мала, то вам самое время заняться политикой. Увидимся, пока, до встречи. До встречи.